Жасмин! Жасмин, 2206, рейтинг, 82-й год рождения, судя по всему. Так, хочет перейти, наверное, сразу в какой-то ферзевый гамбит. Ну давай, давай, так. В карлсбадскую структуру перешли и F5. Где-то я об этом слышал, но не помню где. Я не знаю, что с белопольным слоном черные собираются делать при таком раскладе. Ну давайте вот просто продолжим и посмотрим. Так, спокойно вывожу фигурки. На всякий случай напал на пешечку F. Что же, 6 ходить здесь или как? Или конем куда-то отскакивать? Наверное, конем на Е4. А, нет, подождите, каким конем на Е4? Да, ход G6. Ну, сложно вообще сказать, что это за такое получилось у черных. Может быть вообще H4, H5 так нестандартненько их поатаковать, учитывая то, что у них там в контратаке ничего нет, а чернопольный слон на G7 не стоит. Давайте, H4, H5. Атака это всегда красиво, приятно. Давайте, конь связан. Сейчас, правда, они развяжутся. Отойдут ферзем. Ну и ладно. Мы в длинную рокируем. И сейчас накатим, накатим на ферзевом фланге. На королевском, конечно же, фланге. На ладью напали. H5 пойдем. Все нормально, все хорошо. Так, разменчик. Как-то соперник вообще, я смотрю, страха не чувствует никакого. Ни страха, ни инстинкт самосохранения тоже не работает у него. Вертикаль аж здесь вскрывать. Ну, очень опасно, мягко говоря. Я думаю, как мне правильнее напасть. И на кого? Ну, на ладью надо напасть. Давайте, наверное, так все-таки. Или так он пойдет на H7. Ладно, давайте коня сюда. Конь здесь нормальный. На C3 разменов я никаких не боюсь. Вот так даже. Так, подождите, а если я ладью заберу, что будет? Он на B2 заберет. Ну, хорошо, я заберу тоже. В итоге что-то что? В сухом остатке. Так, ладью. Некогда считать. Ладно, все. На этом пока закончим. Ладью он отдает. Вот, ну, хорошо. Здесь прогоняем этого коня. И сдваиваемся срочно по вертикали аж. Как правильно сдвоиться? На H3 не захотел ставить, из-за там возможных каких-то F3. С нападением слона на ладью. С таким рентгеном. Так, все, по вертикали аж мы сдвоились. И сейчас будем какие-то красоты в атаке искать. Типа хода... Нет, слон F8 не пройдет. Ну, для начала так просто нападем на коня. Якобы. Хотя конь защищен, конечно же. Ух ты! А это что? Соперник готов на такое? Тоже странно. Странное решение. То есть фактически остался... Отдав до этого еще качество, остался с ладьей против ферзя. Наш соперник, но времени очень мало. Поэтому надо пошустрее, пошустрее работать. Так. С4 хочу. Вперед С4. Отдаю я, да? Отдаю обратно ферзя. Но бывает. Позиция не перестает от этого быть выигранной. Все-таки слоник-то есть. Так. Так. Сейчас за конем приду. Пришел за конем. За пешкой. Так, тоже нет. Главное здесь сейчас на предходах буду играть. Главное не потерять что-нибудь. О! Вот здесь он уже двинул пешечку. Оп. Оп. Все съели. Оп. Ловкость рук. И никакого мошенничества. Ух ты! Мышка, мышка, что ж ты творишь? Съесть пешку надо бы. Срочно съесть пешку. Повезло, что пешку нам отдали без боя. Тут уже, друзья, меньше говорит надо все-таки. Ай-яй-яй. Так. О! Прям сердце колотится в такие моменты. Но успел.